Руслан водитель эвакуационного автомобиля его задача максимально аккуратно и быстро вывести раненого бойца и медиков с опасной зоны на передовой и доставить стабилизационный пункт на фронте он сначала полномасштабного вторжения для меня самая сложная эвакуация это смотреть как страдают наши ребята но в основном бывает сложная дорога погодные условия вот как сейчас холодно скользко очень и мы не можем более мы стараемся как можно быстрее доставить раненых до стаб пункта часто обстреливают точки эвакуации очень часто может быть летают их не птичка где-то мы подъезжаем они нас видят и начинают иногда работать по нам сейчас парамедики работают на армейском хаммере машина преодолевает разбитые дороги и в ней достаточно места для медперсонала и раненых бойцов что нравится в самом хаммере так что он проходимый очень проходимая машина если хорошая резина грязь ему не проблема он ездит как танк хоть так хоть так прошлой зимой еще до полномасштабного вторжения мы ездили учились на них ездить на полигонах на аэродромах там всяких рассказывали как что к чему в стабилизованном пункте парамедика встречают врачи раненого военнослужащего тут стабилизируют для дальнейшей транспортировки уже ближайшую больницу вы видели раненого с черепно-мозговой травмы у которого были серьезные повреждения он был в коме без сознания здесь предоставляли первую медицинскую помощь провели ему коникотомию для того чтобы можно было вентилировать легкие на протяжении транспортировки и также обеспечили инфузионную терапию марта доброволец в апреле 2021 года она подписала контракт и вступила в ряды территориальной обороны сначала полномасштабного вторжения уехала на фронт вместе с мужем сейчас они служат в одной роте за последний год марта спасла не один десяток жизней насколько это тяжело зависит от дня на самом деле потому что количество раненых никогда нельзя прогнозировать одновременно у нас максимальная загрузка одной-двух машин которые вывозят с поля боя в целом десять три-четыре из которых могут быть тяжелыми их нужно стабилизировать в пункте у нас работает бригада анестезиологов хирургов и вакуационные экипажи которые доставляют в госпиталь по имам обстрела в передовой российская армия атакует и стабилизационные пункты где работают врачи медики говорят о том что они тоже одна из основных целей противника мы знаем что мы знаем что на нас охотятся в первую очередь потому что уничтожая медиков можно уничтожить армию которая не сможет предоставлять помощь но мы об этом не думаем так как жизнь все-таки важнее для нас в первую очередь мы спасаем жизни а там уже как господь даст или нам жить или умереть за нашу страну фельдшери хирурги водители на передовой находятся постоянно многие не видели своих родных и близких уже более 10 месяцев но каждый из них уверен что сейчас их миссия которую они выполняют на фронте важнее анастасия волкова артем воронин из донецкой области для телеканала фрида